Дорогие болельщики, добрый вечер! Сегодня наша команда отправляется в Белгород, на 1-32 Кубка России, где сыграет команда «Энергомаш». На этот раз в Белгород мы отправляемся поездом. Расстояние почти в 500 километров покрывается за 15 часов дороги. По традиции, пару фактов о городе, к которым мы добираемся. Белгород наравне с Орлом называют городом первого салюта. В 43-м году именно в честь освобождения этих городов в Москве прогремел первый за время войны праздничный салют. Кроме того, Белгород первым получил звание города воинской славы. Некоторые историки считают Белгородскую область местом ссылок ведьм и колдунов при царе Алексея Федоровича. Причастных к темной магии здесь подвергали инквизиции. Флагман белгородского спорта – мужской волейбольный клуб «Белогорье». Самый титулованный клуб страны. Является восьмикратным чемпионом и обладателем Кубка России. Трехкратным победителем Лиги чемпионов. Завтрашняя игра пройдет на этом стадионе «Энергомаш». Первое поле появилось здесь в 20-е годы прошлого века. А во время войны стадион был превращен в фалку. За почти вековую историю арена неоднократно меняла свое название и подвергалась реконструкции. Последнее из которых было в 1999 году. Футбольный клуб «Тамбов» в своей истории провел здесь одну товарищескую и одну официальную встречу. Обе они завершили с одинаковым счетом 1-1. В стане нашей команды есть ряд игроков, в разное время выступавших в Белгороде. Это Андрей Мурнин, Александр Дутов и Александр Горбатюк. Саша, здесь в Белгороде ты провел один сезон, зато самый длинный в истории российского футбола, переходный. Чем запомнилось в то время? Ну, во-первых, то, что мы выиграли. Во-первых, первое место заняли выполнение задачи. Но, во-вторых, очень приятно было здесь играть. Хорошее время для становления было. Салют в том году выиграл зону «Центр» и не проиграл ни одного домашнего матча здесь, на этом стадионе. С чем это было связано? Команда собралась хорошая, индивидуальные сильные футболисты были. В чем, на твой взгляд, главная специфика и особенность кубковых матчей? То, что кубок состоит, во-первых, из одного матча, и поэтому здесь нельзя ошибаться. Если в чемпионате можешь что-то еще исправить по ходу чемпионата, то в кубке, если проиграл, то ты сразу выбыл. Нужно здесь сейчас доказывать, что ты сильнее. Любые оплошности уже непозволительные. На завтра будет очень большая ротация состава, поэтому ребята, кто выйдут, кто долго не играл, я думаю, у них сил очень много, желания тоже, поэтому и мастерства хватает. Я думаю, будет завтра очень тяжелая и интересная игра. Субтитры сделал DimaTorzok Завтрашняя игра будет транслироваться на телеканале «Мир Велогорье». Смотрите футбол, болейте за тамбов. Нам нужна ваша поддержка.